Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в нашей студии Сергея Дебежева. Здравствуйте. Кто-то знает и очень хорошо является его поклонником, потому что Ленинградский рок-клуб, которому он принадлежал в свое время, объединял все то самое замечательное в нашем поколении, которое родилось в Санкт-Петербурге. Есть такие имена, как Курехин, как Бутулсов, Цой. Кстати, мы об этом немного поговорим. Но сейчас начнем с главного, ради чего я пригласил вас. Это фильм, который будет громадным экраном идти по всей стране. Вот тоже загадка такая, потому что документальное кино никогда не имело такого большого экрана, таких массовых показов. Но все это, приваряя сегодняшнюю нашу беседу и оценки всякие, скажу, что все очень достойно. Потому что я посмотрел, лично посмотрел этот фильм. Этот фильм называется «Святой архипелаг», который получил на фестивале Радонеж Гран-при. Я еще раз с удовольствием вас поздравляю с этим. Спасибо. Это заслужено, потому что голосовали все настолько единодушно. Хотя на фестивале Радонеж просто, знаете, иногда, как и на лошадиных скачках, вот идут от ноздря к ноздре. То есть такие ребята сейчас талантливые, профессиональные, искренне до нельзя. Такие необычные темы. Все это не то, что было когда-то в свое время, когда мы только начинали, там, 30 лет тому назад. Хотя тоже все было массово, тоже интересно. Но вот сейчас все как бы выросло, возмужало, да еще родило себе сыновей и дочерей чудесных совершенно молодых режиссеров документального кино, которыми восхищаешься. Но ваш фильм, еще раз повторю, «Святой архипелаг», получил Гран-при фестивале совершенно заслуженно и единогласно. Все голосовали во главе с нашим председателем жюри Владимир Ивановичем Хатиненко. Когда я посмотрел, еще не смотря ваш фильм, смотрю в названии «Святой архипелаг», я почему-то подумал, что это продолжение темы «Раскаленного хаоса», за которое вы получили тоже на фестивале «Радонеж», тоже Гран-при несколько лет тому назад, в 17-м, по-моему, году. Ну, там фильм публицистический был, конечно же. Думаю, ну, это продолжение будет по архипелаге ГУЛАГе, да? И вдруг совершенно другое, совершенно другая тема, совершенно другая интонация, но все другое. Скажите, как вы пришли к этому «Святому архипелагу»? Ну, начну я с того, что я вообще не делаю одинаковых фильмов. Мне это просто неинтересно. Я, как человек с художественным образованием и, как я надеюсь, с богатым воображением, для меня интересно каждый раз открывать и для себя что-то новое, и для зрителя что-то новое. И поэтому в эстетическом смысле все мои фильмы очень разные. Что касается того, как проходил мой путь к Соловецкому архипелагу, ну, наверное, нужно понимать, что попытка разобраться в положении дел в духовной сфере, она, мне кажется, сейчас совершенно необходима. И понимание того, что Соловецкий архипелаг и Соловецкий монастырь – это один из важнейших духовных центров в нашей стране, один из самых серьезных, суровых, северных, молитвенных, это, мне кажется, очень важно. Очень важно людям объяснить, в какой стране они живут. Вам это удалось, удалось очень хорошо. И замечательным изобразительным рядом у вас там режиссер Немов, да? — Оператор. — Оператор Немов. Ему очень много принадлежит, по-моему, мои аплодисменты. Просто замечательно это все снято на высочайшем качестве, по всем совершенно параметрам. Но фильм не столько видовой, туристический, да? И, собственно, не туристический, не об этом. Хотя виды-виды прекрасные, можно ехать и смотреть, и рассматривать, но это все путешествия. А вы, оказывается, еще нашли там живых людей, живые свечечки настоящей русской духовности. И вот эти маленькие интервью с ними, они дознают, вот настоит то самое дыхание, о котором вы сейчас говорите. — Ну, мне кажется, что все-таки туристически это никак не применимо. Все-таки мы пытались создать некое произведение, в котором была бы синергия великолепного, качественного изображения на международном уровне и глубокого содержания на уровне духовном. Потому что обычно наш кинематограф, он обращается к инстинктам человека. Он или щекочет его, или пугает. И, конечно, это большая беда кинематографа. И мне кажется, что обращение напрямую к душе и к сердцу человека — это именно то, что сейчас совершенно необходимо. И мы попытались сделать картину, в которой раскрывались бы глубинные смыслы бытия. И тема веры, надежды, любви, веры, как того пути, по которому должен идти человек, вот мне кажется, что это на сегодняшний день, ну, общество необходимо окормлять настоящими большими какими-то смыслами. И за этими смыслами мы туда и отправились. И, по большому счету, вот это же не просто интервью с монахами. Это довольно углубленные рассуждения по поводу того, что есть вообще бытие, что такое человек, есть ли по поводу него какой-то божественный план, есть ли по поводу нашей страны какой-то божественный план. И когда ты выводишь разговор на вот такой вот уровень, а он подкреплен мощнейшими художественными образами, вот тогда и получается настоящее произведение. Это поразительно, потому что, когда я смотрел фильм, я каждый раз себя уже профессионально ловил на мысли, что вот, это же наш автор. Его бы сюда вытянуть в студию Радио Радонеж и любой из этих ваших персонажей, они могли бы рассказывать часами и говорить на серьезнейшие темы. Это очень глубоко и очень интересно. А у нас здесь все-таки элита в Москве, элита наших пастырей, богословов, ученых, если уж так говорить. В фильме не только изобразительный ряд замечательный, там еще и замечательная музыка. И написал ее никто иной, как Бутузов. Потому что, по-моему, тоже ваш друг. Да, 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 конечно. Вячеслав Бутусов, он как раз, в отличие от очень многих рок-н-рольщиков, он человек, который больше того Бутусова, которого все знают. То есть он на сегодняшний момент, помимо того, что он углубленный человек, с хорошим образованием и человек, так сказать, воцерковленный, он занимается и классической музыкой, и духовной музыкой. И участие его в Святом Архипелаге, оно не просто обогатило картину, оно вдохнуло в нее какую-то вот энергию правильную. И это был первый опыт написания музыки для кино Вячеслава Бутусов. Но вместе с тем, это не прямое такое цитирование церковной и музыкальной традиции. Там совсем о другом. Это, скорее, медитативная музыка, немножечко с той самой культурой нью-эйдж, которую все когда-то вкусили там в 90-х годах. Это было очаровательно. Ну, все же вызревали. И духовность, она вызревала в каждом человеке. Вот как вы пришли, лично вы, как вы пришли вот к нынешнему пониманию духовности, естественно, смысла Архипелага и православной духовности? Как вы сейчас это рассматриваете? Ну, я сейчас рассматриваю это широко открытыми глазами. Потому что вот то рок-н-ролльное прошлое, о котором вы упомянули, это, конечно, был невероятно динамичный, интересный и творческий период. Но, прямо скажем, есть за что каяться. Потому что в классическом смысле рок-н-ролл, это, конечно, крайне деструктивное явление на поляне, на музыкальном, так сказать, олимпе Земли. Потому что именно рок-н-ролл и отчасти и кинематограф изменили картину мира практически до неузнаваемости. Потому что вот до появления кинематографа и потом до появления рок-н-ролла мир был совершенно другим. Стал ли он лучше? Вряд ли. По правильному ли пути пошла музыкальная культура? Уверен, что нет. И вот эти два явления, кинематограф со своей стороны, запутав людей своими обещаниями, что он тут сейчас самый главный, всем все расскажет и объяснит всем, как жить, и не справился с этим, соответственно, выйдя из аттракциона, в него и скатился на сегодняшний момент. А рок-н-ролл и последствия его движения хиппи, сексуальная революция и так далее, и так далее, это абсолютно деструктивно повлияло на целые поколения людей. И влияет, надо сказать, до сих пор. И поэтому вырвать людей за шиворот буквально из вот этих вот пут агрессивных, цепких, которые в него вцепились, мне кажется, на сегодняшний момент это главная задача. Ну, если говорить вообще серьезно, то главная задача государства и всех нас это превращение населения обратно в народ. А это две большие разницы, потому что население, у него одни цели. Это комфорт, там, я не знаю, коммунальные услуги, кредиты, хорошая работа и так далее. А у народа, у него совершенно другие цели. Духовный рост и мощь, так сказать, основ традиционного общества, она лежит вообще в другой плоскости. Но еще остался народ. Как-то можно еще апеллировать к чему-то, к такой живой еще традиции? Я думаю, что несмотря на то, что в нашей стране это все всячески задвигалось, оно никуда не исчезло. Оно по умолчанию вмонтировано в подсознание людей. И вот эта вот сила традиции, это не что-то такое прошлое, а традиция это вечное. Просто это какое-то время спало, и сейчас, мне кажется, это начало пробуждаться. И нужно сделать все, чтобы это все ожило, и чтобы мы поняли, в конце концов, что же за путь нас ждет в дальнейшем. Потому что те тектонические сдвиги, которые на сегодняшний момент мы наблюдаем, с радостью, прямо скажем. Потому что понятно, что через страдания и трагедии это все проходит. Но то, о чем мы мечтали, о чем мы говорили долгие годы, называя это все силой традиции, это сейчас начинает как-то... Люди начинают прозревать, и вот эта сила традиции, она начинает оживать. И здесь, конечно, вот эти составляющие, культура, сила традиции, сила государства и сила религии, это все должно, так сказать, в синергии объединиться. И мы должны понимать, что нас ждет совершенно новое, свое собственное будущее, а не то будущее, которому нас приучали. И мы уже в каком-то смысле, особенно молодое поколение, как бы смирились с ним. Ну да, отлично. Сейчас будет, так сказать, весь этот цифровой мир, нас всех тут отправят в виртуальную реальность. Ну что же делать? Так сложилось. А вот нет, в каком-то смысле мы вдруг начали этому сопротивляться. И я надеюсь, что это сопротивление, эта борьба приведет нас к совершенно другим целям. И вот эти цели, мне кажется, нужно уже сейчас начинать обсуждать. А дело государства — это обозначить картину будущего. Вот что самое главное. Ну, мне кажется, самое тупое в этом смысле... Простите, прости меня государство родное. Ну, по-моему, что самое тупое — это именно государственная иногда политика. То есть декларируемые цели, эти цели одно. Там президент говорит искренне и красиво, и действительно речь о поразительном художественном даже смысле сделана, в хорошем стиле написана. И то, как это воспринимается, как это воспринимается. И большая опасность, мне кажется, не скатиться вот в этот, ну, как бы сказать, в фольклор и в эти ансамбли из подкладочной ткани. Знаете, сарафаны такие, да? Вот это все искусственное, деланное, неестественное, неживое совершенно. И меня очень в этом смысле порадовали, порадовал последний наш фестиваль, потому что много фильмов как раз было о Донбассе, о молодых ребятах. Это же все... Чем замечательно и вы подтвердительнее, чем замечательно документальное кино? Оно документы, это факты, это все не придумано, это все реальные люди, реальные лица, которым просто... Я думаю, господи, слава богу, что я в России, что рядом с этими людьми существую. Это счастье большое. И эти люди... Вот вы очень замечательно сказали, мне очень важно ваше понимание и оценка, как музыканта, как художника, тонко чувствующего человека, что просыпается вот этот генетически заложенный код, он начинает работать, начинает открываться. Потому что этим ребятам же, которых послали, им же не сказали, ради чего их послали. И самое поразительное, что в конечном счете это народная война оказалась, когда люди сами поняли, и этим генералам рассказали, за что нужно... Это вообще все фильмы, в частности, нужно показывать в войсках, конечно. Потому что их покажешь, и они начнут понимать, за что они, собственно, борются, за что они жертвуют своими жизнями. Конечно, потому что самое главное, что написано на знаменах. Человек может быть слаб, но если цель его светла, и планка высока, это совершенно... Он тянется к этому. Он к этому тянется неминуемо. Ну, а что касается, конечно, документального кино, то вы совершенно правы. Это как бы такой вот остров правды истины. Потому что все остальное, это, в общем, вещи искусственные, придуманные. И игровое кино, и, так сказать, там, пропаганда телевизионная, и фейки, и все остальное. А документальное кино как бы не утратило доверие, потому что понятно, что у документалистов все-таки остатки совести существуют. Может быть, им не хватает мастерства. И это проблема. Потому что современный кинематограф требует современных подходов. Да, хорошо, когда есть содержание. Да, хорошо, когда есть смыслы. Но если это обличено в унылую, назидательную, или какую-то неинтересную в смысле формальной картинки и форму, это, честно говоря, не работает в современном мире. В современном мире люди, к сожалению, после того, как они перестали апеллировать философскими сентенциями, они перешли к употреблению изображений. И теперь очень высок запрос на качественные, яркие, впечатляющие изображения. И если этого нет, то ты не сможешь особенно внимание молодого поколения вообще привлечь. Поэтому здесь вот современный кинематограф особенно документальный, потому что игровой он насыщен эффектами, к сожалению, только ими. А вот документальный кинематограф, он насыщен смыслами, но совершенно лишен понимания того, что должно быть яркое и мощное, это должно быть подкреплено ярким и мощным изображением, и только тогда это будет иметь по-настоящему воздействие, то, которое ты пытаешься, так сказать, оказать на человека. Поэтому и в православном кино иногда говорят, ну вот сейчас мы посмотрим православный фильм, там типа полтора часа, и ты думаешь, боже мой, что сейчас начнется? Такой сил нет, да. Поэтому преодолеть вот эту вот тенденцию, мне кажется, очень важно. И нашей картиной мы именно это в том числе и делаем. Потому что не задав планку, невозможно двигаться дальше. И вот сейчас эта планка прямо, скажем, задана. Может быть, кому-то это будет больно, потому что понятно, что, значит, тот кинематограф, который был до Святого Архипелага, он закончился. И ты теперь или тянись, так сказать, к вот этому способу съемок, способу донесения смыслов, или, извини, тогда, так сказать, придумывай что-то свое, не менее выразительное и совершенно, так сказать, идущее, идущее, ну, вместе с вот этим новым пониманием бытия. Ну, как говорил наш классик, все жанры хороши, кроме скучного. Именно. Вот я очень рад, что вы так сейчас сказали. Потому что, и рад тому, что мы увидели этот фильм и поставили, дали ему гран-при. Потому что задача фестиваля, именно чтобы показать, вот куда стремиться, что есть на самом деле лучше. Показать, что вот это вот десятка фильмов, это то, что все должны посмотреть, и обязательно. Потому что это некое достижение духовного открытия, духовного видения мира. Это новые имена часто. Вот у нас один молодой человек, вот, диплом, на дипломе получил первый приз фестиваля, да? У вас гран-при, а у него первый приз, называется «Квартет про Донбасс». Трогательный, изумительно выстроенный по сюжету, по сценарию, так сказать, по персонажам. Вот молодые люди, они едут в Донбасский там «Квартет», настоящий «Квартет», едет в Питер на какой-то конкурс и получает там все. Как это внутри сделано? Я знаю этот фильм, я знаю этого автора, и я его поддерживал еще на уровне получения финансирования на эту картину. Дайте вашу руку, как приятно, что здесь мы совершенно единомысленны. Ну и много вот таких... Он ученик прекрасного документалиста Сергея Мирошниченко. Да, тоже лауреат нашего фестиваля. Видите, как все-таки здорово, что хорошие люди объединяются, в частности, вокруг Радонежа, а не только вокруг Олегградского рок-клуба. Я хотел бы вернуться немножечко еще раз, так сказать, зацикливая, нашу беседу к рок-культуре, потому что для меня самого не очень понятно. Я небольшой был поклонник в юности рок-культуры и не очень ее знал, не очень следил. У меня были какие-то другие приоритеты жизненные, ну люди по-разному идут к Богу. Вместе с тем, как это произошло, как могло это случиться? Михалков такой вопрос задает. Как это могло произойти? 68-й год, в Удсток. Жили люди, не тужили. И вдруг происходит что-то, такой слом. Всего, вдруг какие-то хиппи, какая-то разнуздность. Вот опять-таки тот же рок, который не столько иногда музыка, сколько иногда символизирующий музыку, как какое-то антикультурное явление, наоборот, позволяющий людям раскропостить самое низкое, как вы тоже очень хорошо сказали. Вот как, на ваш взгляд, что произошло? Я думаю, что это тоже в контексте религии лежит ответ на этот вопрос. Потому что католицизм и протестантизм, они настолько зажали рамки человеческого, ну как бы, внутренней его энергии, что вот в конце концов произошел вот этот прорыв. И понятно, что тут не обошлось без темных сил и без поманивания всякими, так сказать, фантиками духовными, эротическими и всеми остальными. Без этого не обошлось. Но в этом вина и именно вот этой вот фундаментальной, фундаментального вот этого подхода протестантизма и католицизма. Потому что в нашей стране этого не было. Ну и не только потому, что у нас тут было коммунистическое общество и были попытки построить свою коммунистическую религию, да. Другой вопрос, что каждый раз понятно, что одно поколение от другого отделяется, каким-то образом оно отделяется. И то, что происходит сейчас, это называется уже не спор поколений, а абсолютный разрыв. И вот залечивание этих ран, ран и попытка как бы приостановить вот этот путь к гене Огненной, это вот, мне кажется, задача сегодняшнего дня. Потому что понятно, что молодое поколение, и мы все, и наша страна последние там 30 лет находились под давлением агрессивной, совершенно чуждой нам культуры. И, честно говоря, это все очень далеко зашло. Есть ли возможность вернуть это назад? Мне кажется, есть. Но так получается, и мы сейчас очевидно это видим, что этот возврат может произойти только через войну, через трагедию, через духовный слом, потому что мягко и рейтингово не получилось. Как бы мы ни старались, не получилось. Поэтому отрадно, что наши кинотеатры покинули все эти черти в виде бэтменов, пауков и монстров, всяких вампиров и всего остального. Это отрадно. Главное, чтобы это не вернулось. Главная задача государства – это рекрутировать людей по-настоящему не за деньги, а по-настоящему умеющих наладить нормальный диалог с обществом. И не надо рассматривать людей со своей столичной колокольни, с московской, питерской, там, городов-миллионников. Россия сильна своей провинцией, своей инерцией, своим глубинным чувством справедливости, степенной спокойной жизни, традиционного понимания, что есть добро и что есть зло. Поэтому здесь нужно найти, мне кажется, какие-то гармоничные, большие, важные подходы. И тут не обойтись без того, чтобы находить и уговаривать людей по-настоящему талантливых, вдумчивых, способных принимать эти решения и проводить их в жизнь. Они сами, эти люди, не придут и не будут проситься дойти нам, так сказать, вот какой-то такой участок. Их надо выискивать. И их выискивали, надо сказать, всегда. И в Российской империи это было, и в Советском Союзе это было. А вот почему-то в Новой России, так сказать, чиновничий вот этот вот менталитет такой, мол, мы тут выделяем деньги, а вы там дальше их распределяете, и там, наверное, когда-нибудь что-нибудь получится. — И все закончится выставкой детского рисунка. — Именно. — Которых я терпеть не могу. — Да, именно. — Что дети, не наученные ничему, почему-то детей нужно выставлять, культивировать в них тщеславие, что они выставлены где-то, поощрять что-то, что поощрять? — Астап Бендер еще это говорил. — Вы научили чему-то детей, да? — Да, это именно так. Это вот этот формальный подход, вот с ним пора завязывать, друзья мои. — Вы сказали, что последние 30 лет. Мне кажется, было еще время до того, начиная вот с оттепли, если говорить о рок-музыке, которая появилась здесь, в России, тоже был вот такой, она же была очень разная, и рок, он разный. Одно дело ваш там, ленинградский рок-клуб, да, другое дело то, что в Москве происходило. И главное, к чему стремились вот люди, может, я сейчас за вас скажу немножечко, подтвердить или нет, но все мы стремились к чему? Почему нас западный рок привлекал, да? К предельной искренности. Искренность до смерти. Даже в наркотиках, даже в выпивке, даже в своем раздустном поведении. Люди искали какого-то предела своего собственной личности, пытались найти. Они жили это, жили до конца, проживали сгорая. — На последнем дыхании. — На последнем дыхании. А наши же... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-я-я-я-я-я. Вот вся наша такая рок-музыка, вот это вот было. И это тоже вызывало чудовищное отторжение лжи. Солженицын, это лозунг какой. Жить не по лжи. И не только в политической или какой-то другой. И в музыке. Жить и играть не по лжи. И вот в Питере... Почему именно в Питере это все возникло? — Ну, надо сказать, что вот на глобальном уровне практически все что попадает к нам извне она каким-то образом трансформируется то есть у россии есть такое свойство которое она способна под себя переделать любое явление приходящее извне и рок-н-ролл в этом смысле он наиболее показателен потому что ну что такое обычный традиционный западный рок-н-ролл его смыслы они элементарны да они искренне но они абсолютно элементарны у нас же это все сразу же образовалась какая-то глубина какой-то философские подходы какие-то тексты какие-то смыслы и это и это его сильная сторона понятно что у него есть и деструктивная но в лучших его проявлениях это сильная его сторона и тут конечно ну и цо и особенно гребенщиков несмотря так сказать на то что сейчас про него говорят и и как он себя ведет но в те времена то что делал он это конечно были пророческие очень мощные и тексты и смысла и все остальное что же касается того как как нам строить сегодняшнюю жизнь вот вот нужно 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 думать нужно мне кажется собирать какие-то каких-то правильных людей и обсуждать серьезно обсуждать вообще тенденции в культуре и в искусстве потому что по большому счету если мы не берем религию как основу то культура и искусство это единственное что оправдывает вообще присутствие человека на земле это единственное что от него остается в этом смысле рок-н-ролл тоже внес свою лепту другое дело что это дела давно минувших дней и понятно что существовало ну как бы можно сказать карикатурное различие между официальной культурой и культурой так сказать ну такой вот искренней это это действительно так и в советском союзе это 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 было наиболее наиболее ярко потому что то что происходило на государственном уровне и то что происходило в душах людей у них на кухнях и в закрытых каких-то сообществах это вот это две две разных реальности но как московское телевидение и курюхин шолоховым на питерском на такой же совершенно боже мой как остроумно как изящно как тонко да вот они глумили слушать а как с этим можно вообще иначе было говорить с этим с этой чудовищным варевом лжи которые постоянно пытались не тут есть что сказать потому что программа ленин грипп который вы упоминаете как который курюхин доказывал что ленин так сказать это это грипп на самом деле она ведь к этому моменту фактически уже в общем то с советским союзом и с его принципом вообще жизнепонимания уже было покончено в каком-то смысле осталась единственная фигура ленина с которой вообще было непонятно что делать и она висела каким-то грузом на плечах людей и и люди не понимали как не относиться и вдруг появляется курюхин который просто шуткой снимает эту проблему со всей страны это поразительно ваше фильм о нем есть который собственно так и называет сергей курюхин человек который изменил мир в этом смысле серьезно и это привлечение это настолько серьезно потому что когда человек обладает таким духовным объемом и такой творческой энергией когда он несмотря ни на что может в высказывать как бы парадоксальные вот эти вот какие-то идеи это это очень важно это вот это это собственно когда как данка который вырывает свое сердце и вдруг люди понимают что где они находятся мне кажется что вот роль личности здесь как раз в том числе и проявилась но потом деятельность его было настолько обширно разнообразно делаться только не попробовал лучше умер совсем молодым по нынешним временам 40 46 лет очень жалкая потеря такой какой-то гречайший совершенно болезни сердце но энергия потрясает чтобы он не взял эти перфомансы или как-то назывался его механика механика вот эта придумка совершенно замечательно интереснейшая все было интересно он своим креативом затягивал просто публику публика не могла оторваться от того что делается вместе с тим и надо сказать что он был первым единственным наверное из вот этой всей рок среды который понял что мир меняется и он первый начал транслировать тему под названием русская идея под названием что нужно если ты как творческий человек обладаешь энергией то ты не можешь не приложить ее к строительству нового государства и он совершенно серьезно об этом говорил это был вот тут вот шуточки к кончились и поэтому а к нему возникло такое отношение вот знаете как раньше же всех людей с патриотическим взглядом называли фашистами просто сразу же сразу же к ним приклеивали ярлык но здесь был ярлык монархо-фашисты почему да 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 это это и дугин это пережил и и куе-то и тот же курехин это пережил и да даже и я в общем-то в каком-то смысле поэтому вот явление подобных личностей она очень важно и нельзя чтобы это проходило незамеченным ваша фирма которая производит наша кинокомпания 2 капитана это же на самом деле очень серьезные такие до капитана 2 это был у вас и фильм по-моему да 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 так назывался собственно он был культовым фильмом свое время где вы показали лица всех тех людей которые сейчас уже классикой стали русского рока почему два капитана это отсылка к знаменитому роману или что это вы даже тоже роман очень романтически на самом деле ну честно говоря это это трудно сказать вообще тогда курехина и гребенщиковы называли капитанами и так как они являлись главными героями картины то собственно это название и родилось название кинокомпании соответственно этот фильм он был настолько пророческим и он рвал какие-либо вообще представления кинематографии и вообще о изложении материала это был конечно абстрактно абсурдно невероятный какой-то художество абсолютно логично да да и он так же как ленин гриб вернее даже еще и раньше он как бы ввел это вот одна из идей курехина что человека необходимо ввести в состояние шока состояние некоего недоумения и именно тогда как бы прекращается внутренний его бесконечный вот этот как в погремушке диалог и он вдруг может осознать те вещи которые вот в которые вот в этой оторопи вдруг он может их понять если в нем есть какая-то сила личности и в этом смысле на фильм 2 капитана 2 он конечно вводил людей вот в эти состояния и он действительно стал культовым и вот до сих пор показывают всяких музеях кино и он вошел в общем в историю кинематографа и я стараюсь как бы каждый фильм чтобы был каким-то каким-то другим но чтобы он открывал какой-то новый жанр от свой это это честно говоря парадоксальная парадоксальная личность потому что я его знал сам наверное раньше всех потому что он мы с ним вместе учились в художественном училище имени серова я его заканчивал а он как раз на первом курсе был это тот феномен тот парадокс когда человек больше себя намного когда в не внутри человека существует два как минимум и он был достаточно простым парнем не сказать чтобы он был каким-то интеллектуальным мудрецом но его героика она говорила о том что в нем внутри кто-то есть еще и вот когда в нашем фильме виктор тихомиров известный литератор говорит как раз об этом мы сделали фильм рок за гранью где обсуждали эти темы и он очень правильно сказал что из цоя выходил какой-то второй цой который был гораздо больше него и он ими написал эти песни а потом видите опять становился самим собой поэтому у меня есть такая знаете формулировка что вот были были такие так называемые три кита в рок культуре это вот гребенщиков свой курёхин и гребенщиков говорился нужно смотреть вверх и там в хрустальных пространствах загадочного метафизического мира искать какие-то смыслы курёхин говорил что нужно смотреть вовнутрь и внутри из из себя как бы из этого озера безмолвного знания черпать так сказать творческую энергию отцов говорил что нужно смотреть вперед и идти на пролом вот эти три направления эти три человека обозначили и ему ими можно пользоваться хоть всеми сразу один из ваших фильмов кстати достаточно давно сделано 95 года порог и святость это сценарий с курёхином вы и написали помогут они это нереализованный проект сожалению но сценарий сценарий был сценарий был но уже вот это название само порог и святость говорит о том что уже тогда вы задумывались о высокой метафизики религиозности так ли это честно говоря да то есть понимание того что мир не просто материален это вообще было всегда мне кажется как мне кажется что любой человек который более или менее обладает хоть каким-то интеллектом хоть каким-то аналитическим взглядом на мир он должен понимать что все что мы видим это не может быть просто по и появится само собой все от кем-то или чик как-то создана значит у всего всего есть создатель поэтому конечно религиозный взгляд на вещи он гораздо на более продуктивен нежели чисто научный нет все так казалось вот сейчас существует ли еще но уже может в измененном виде каком-то вот этот ленинградский рок-клуб и пришло какое-то новое поколение ребят вообще если что-то вам на смену как вообще развивается современная молодежная музыка никак я думаю что все это уже не существует может быть кто-то питает иллюзии или кто-то слушает то что было сделано раньше но мне кажется что эта история закончилась причем довольно давно и вырождаясь она давала все все менее все более слабые всходы и мне кажется что на сегодняшний момент эта история просто зачахла и то что мы слышим еще какие-то так сказать произведения сделанные в этом стиле мне кажется что это вообще уже на сегодняшний день не серьезно мне кажется что нужно нужно понимать что должно вот-вот мне даже кажется должно родиться что-то новое какая-то совершенно новая культура потому что под задержалась старая культура под задержалась она уже всем надоело и путь человечества он был всегда очень очень внятным одна стилистика одни художественные направления сменялись другими и и все было очень четко вот он так сказать было барокко потом пришло рококо потом пришло классицизм потом пришел ампир и и так далее и фактически стиль модерн предреволюционный это был наверное последний цельный стиль в истории человечества потому что то что произошло дальше я имею до конструктивизм это была эстетика разрушения это просто одни руины остались от так сказать взаимоотношения человека и искусства и то что он во многом родился в нашей стране это конечно большая беда то что такие чудовищные личности типа малевича образовались у нас это конечно это конечно вина и и большая беда выше они именно разрушили вот тут тут то плавное течение как бы жизни которое было не как мне кажется что не столько они разрушили сколько они обозначили потому что тот же малевич с его квадратом черным да это же сознательно-концептуальная акция он же свой квадрат вешал в красном углу именно и вот этого смысл в том что культура кончилась историку ничего нет чернота за этим стоит это же тоже диагноз это тоже творческий акт художника так честно сказать что все ребята закончилось ничего дальше не будет другое дело что можно веселиться на костях так и как бы но нет так и нет будем пить курить так сказать с девками гулять там как-то развлекаться развлекать девчонок да а можно все-таки продолжать говорить что-то серьезное а нынешние вот эта молодежная контр культура да не она как на культуру ли это трудно сказать я имею ввиду загадочные для меня персонажи такие как дани милохин скажем или как маргенштейн да совсем юные такие очень очень по-своему наглые такие рожи 5 но привлекательные невероятно что это заявление мне все-таки кажется что если с религиозной точки зрения смотреть то конечно проникновение инфернальных сил на которое началось еще вот так сказать в эпоху конструктивизма она до сих пор вот эти вот оттуда из этих темных каких-то пространств выбрасываются вот такие вот агенты и рассматривать их как явление культуры мне кажется ни в коем случае нельзя их нужно рассматривать именно как агентов вот каких-то темных сил влияния и их привлекательность и выразительность она имеет все таки мне кажется демоническую основу потому что говорить о чем-то прекрасном добром вечном и важным гораздо труднее это облечь в яркую выразительную форму нежели всякий демонизм демонизм он крайне выразительный он агрессивный он яркий и поэтому они используют эту эстетику но причислять их явлением культуры мне кажется ни в коем случае нельзя нужно сейчас пришло время когда нужно трезво смотреть на вещи и смотреть на них именно через призму религиозного понимания бытия потому что на сегодняшний момент уже и научное сообщество в конце концов после открытий квантовой физики разговоров там я не знаю черниговской бехтерева и всех остальных уже уже даже на научном уровне стало ясно что быть ее не не вне возникло из ничего что жизнь не может возникнуть просто так если ты даже соберешь все ингредиенты какого-нибудь я не знаю живого организма и сложишь их вместе он все равно жить не будет в него кто-то должен эту жизнь вдохнуть если понимать что есть яркое воздействие но оно негативное это нужно очень четко осознавать и бежать от этого и я бы вот если какой-то к с каким-то советом обращаться к людям я бы советовал очень избирательно и слушать и смотреть и читать то что предлагает современный мир потому что ну вот принесли вам жареные гвозди и говорят давайте может может поедим но ты же не будешь это пробовать а почему мы смотрим вот этот весь ужас почему мы читаем этот этот весь кошмар почему мы слушаем эту деструктивную музыку зачем мы это делаем мы собственно говоря наносим непоправимые раны нашему собственному организму мало того на сегодняшний день люди потребляют такое количество информации которая намеренно на них обрушивают с целью чтобы они вообще перестали понимать и думать потому что когда ты я не знаю даже заходишь в книжный магазин и видишь вот эти вот миллионы вот это этого предложения то ты собственно говоря теряешь цели ты понимаешь что это это просто невозможно освоить то тот поток информации это намеренное засорение пространство шумовой информации до найти что-то можно если ты состоянии это сделать а если ты обычный среднестатистический человек то вот пожалуйста тебя тебе тебе дадут полный спектр занятости ты не сможешь вообще отвлечься даже на секунду задуматься о том кто ты зачем ты как тебе воспитывать своих детей что тебе вообще думать о будущем и о настоящем и о прошлом а ведь понимание что такое прошлое чем она так сказать какие какие оттуда можно взять рецепты из этой глубинной традиции чтобы сегодняшнее свое бытие как-то подкрепить каким-то фундаментом традиционным и что спроецировать в будущее кроме так сказать отдавания кредитов ну ты же должен понимать что ты живой человек что ты появился но не просто так чтобы чтобы родиться умереть бесцельно я считаю что вот простых бесцельных людей их вообще не существует и и вот это вот религиозное понимание бытия это то чего нам очень и очень не хватает на сегодняшний день но то что касается документального кино то я немножечко спокойно здесь потому что но фестиваль проходит уже сколько лет когда до 300 компаний компаний приводит каждый каждый год новенькие фильмы свои привозят и отбирается даже из этого 100 фильмов конкурс что совершенно для фестиваля невозможно посмотреть даже потому что усталость человеческая она не позволяет и все равно наши смотрят отборочная комиссия жюри наша смотрит и фестиваль как раз его смысла именно в том чтобы быть рекомендательной площадкой как и радио радонеж это рекомендательная площадка когда редакторы выбирают во всем том что вы не увидели самое живое да и дальше отсюда на радио чтобы поделиться увидел что не такое живенькое красивое замечательное какого-то человека пронизанного высшей духовностью идеями красивым языком конечно же хочется поделиться и с нашим слушателем этим всем а что можно сказать о современном художественном кино оно еще есть или его уже вот совсем нет говорят что там положение хуже там положение хуже на именно на уровне тем и на уровне понимания того что кинематограф это оружие массового поражения вопрос то чих она руках и если говорить вот я все-таки хочу вернуться с документ документальному кино я считаю что его слишком много и выбирать экспертом приходится из огромного количества как бы выцеплять вот те эти искры о которых вы говорите мне кажется что здесь тоже нужна какая-то группа нужен какой-то гармоничный подход с одной стороны что касается и игрового и документального кино у государства должен быть по этому поводу какой-то план должен быть какой-то совет который решает эти вещи должен быть государственный заказ что да понятно существует творчество у людей могут быть свои мысли свои темы яркие все остальное но на государственном уровне должно быть сделано обязательно то-то 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 и то-то это должно быть хорошо профинансировано и это должно быть так сказать вот то что то что собственно написано на знаменах то есть так какие-то темы важнейшие связанные с историей культурой должны быть обязательно отражены в кинематографе это должно финансировать государство не через место культуры или как-то иначе, неважно. И творцы-то сами тоже должны понимать, что бесконечное производство мелкотемия — это тоже все в прошлом. Мне кажется, сейчас должно быть гораздо больше ответственности у творцов. И должна быть, мне кажется, какая-то определенная цензура. Да, гармоничная, да, не агрессивная, жесткая, но она должна быть. Какие-то вещи просто нельзя показывать. Просто нельзя и все. Особенно это касается игрового кинематографа. Когда там показываются бесконечные мертвые тела, цены насилия, всякая чертовщина и все это. И это кажется творцам, что именно это привлекает внимание зрителя. Может быть, какого-то зрителя это привлекает внимание. Но нужно ли этого зрителя окормлять вот этими образами? Потому что воздействие образа на человека — это одно из самых сильных воздействий. Да, конечно, есть литература, есть все, но воздействие художественного образа, оно очень сильно влияет. Поэтому то, что происходит в игровом кинематографе, ну, во-первых, необходимо избавиться от голливудской схемы. Она слишком элементарна. Она не подходит для нашей страны. Просто совсем. Когда ты приблизительно понимаешь, как будет развиваться сюжет и чем все это дело кончится, ну, это просто неинтересно. Все-таки в нашей стране гораздо глубже смыслы. Поэтому есть примеры в нашем отечественном кинематографе, когда эта схема голливудская, она полностью отсутствует. И тем не менее это прекрасно. Я имею в виду, там, я знаю, «Летят журавли», «Они сражались за родину», фильмы Тарковского. Это все к Голливуду не имеет ровно никакого отношения. И на эти вещи нужно ориентироваться. Нужно ориентироваться на те вещи, которые по-настоящему как бы возвышали... Ведь цель искусства и культуры — это возвышение духовного мира человека, по большому счету. Еще Аристотель об этом говорил. Поэтому то, что сейчас происходит в данный момент в игровом кинематографе — это беда. Потому что продолжаются сниматься вот эти фильмы, «Сердце Пармы», «Викинги» эти все какие-то... Это просто какая-то профанация исторических смыслов. Ну, встречаются редчайшие какие-то проявления. Ну, даже вот что-то такое припомнить за последнее время, честно говоря, прямо сказать, трудновато. Ну, вот фильм «Территория», наверное, вот он сделан не по голливудской схеме. Но все, что... Вот почему я, собственно, и не занимаюсь игровым кинематографом. Потому что это иссушает... Это все искусственное. И вывести его на нормальный уровень очень трудно. Продюсеры требуют жареного. Они считают, что людям нужен вот этот вот экшен. Они понимают, что сделать зрительское, популярное, яркое, коммерческое кино на основах добра, искренности, правды и больших важных смыслов почти невозможно. Поэтому они идут по простой дорожке. Работа с человеческими инстинктами. Давайте-ка напугаем или пощекочем, что я уже говорил. Поэтому, к сожалению, тут нужно, мне кажется, вручное управление брать многие вещи. И не отдавать это на волю продюсеров. Ой, дорогой Сергей, а кто те, кто возьмет свои руки? Руки-то должны быть чистые. Это вечный провокационный вопрос. Мозги должны быть тоже... То есть, кто судьи, как всегда? А судьи кто? Ну, мой ответ на это такой, что в нашей стране, я считаю, достаточно умных и честных людей, которых нужно просто просить в этом участвовать. Сами они не придут. Они заняты. У них есть нормальные дела. Свои собственные. И чиновник, как известно, неудавшийся человек, он облечен возможностями, но он опасается таких людей. Поэтому он это все отдает, так сказать, вторые, третьи, четвертые руки. И какие-то знакомые знакомых в результате делают выставку детского рисунка. Понимаете? И галочка в отчете поставлена. Дело сделано. Поручение выполнено. А то, что пока это поручение выполнялось, из него исчезло все. Смысл, суть. Покинули это все. Осталась формальная обложка. Пока мы не поймем, что формальная обложка и какой-то фантик, это не история нашей страны. Наша страна сильна своими делами и своими глубокими смыслами. Пока мы это не поймем, так и будем питаться вот этой второсортной продукцией. Особенно, когда она приходит извне. А как говорил еще Солоневич, один из героев моего фильма, русский, так сказать, мыслитель, что любые программы, теории и какие-то рецепты, приходящие извне, не приживаются здесь. Они нам не подходят. Нам нужны наши собственные. И они у нас всегда были. Ну, слушайте, давайте вспомним великую русскую литературу. Давайте вспомним великую живопись, музыку. Проявлений духа такого масштаба нет просто нигде. Ну, да, есть Шекспир, вот он стоит, один единственный. Это 16 век. Да, есть там Микеланджело. Это да, никто это, так сказать, не отрицает. Но те плеяды творцов, которые были рождены в нашей стране за всю ее историю, ну, это просто беспрецедентный феномен. Поэтому вот на что нам нужно ориентироваться. У нас своего просто выше крыши, друзья мои. Давайте прекратим вот это вот умиление этими фантиками западными, которые сейчас уже вообще превратились просто в настоящую патологию, скажем прямо. И давайте как-то использовать этот исторический момент, который сейчас настал, тот вдохновенный исторический момент, тот шанс, который нам сейчас выпал для того, чтобы начать настоящую полнокровную жизнь и построить наше собственное будущее, независимо от того, кто там что-то говорит где-то там извне. Ну что ж, вашими устами, да, мед пить. Я хотел бы нашим слушателям только напомнить, что мы сегодня беседовали с совершенно замечательным режиссером, сценаристом, художником, конечно, автором «Раскаленного хаоса», «Святого архипелага» Сергеем Дебежевым. Фильм, который сейчас выйдет в широкий прокат, это диво-дивное, что так удалось сделать вашим продюсерам. Это большая удача и для нас большая удача, потому что масса фильмов думаешь, боже, вот ты отбираешь, отбираешь. Ну смотрите же, а этот уродский совершенно закон об авторском праве, который не дает нам даже на сайт поставить эти фильмы. Ссылки иногда невозможно совершенно сделать. И эти даже наши творцы, так называемые, которые делали хороший фильм. Ой, не-не-не, не показывайте, почему. Вот мы сделаем 100 дисков, да, продадим, и батюшке 100 дисков сколько это стоит? Боже, ну какой-то лепет детский совершенно. Ребята, даром получили, даром отдайте в конечном счете. Необходимая система здесь, конечно. Конечно, хочется заработать. Какие-то денежки, но все-таки ради чего вы работали? Ради того, чтобы показать миру вот свет некоторый? Или батюшке там на крест собрать, или на икону, или на что-то, уж не знаю, на какое-то такое совершенно. Потому что это деньги, коль, курам насмех совсем. Да, кстати, может быть, батюшке на кури, это и хватит для его фирмы маленькой при храме. Вот это разве что и хватит на это все. Итак, сегодня мы говорили о замечательном фильме, который я лично всем рекомендую посмотреть. Лауреат фестиваля Радонич, Московского международного фестиваля, фильм «Святой архипелаг», который затянет вас, как такой глубинный чистый водоворот чистейшей воды. И вы будете смотреть, и смотреть, и смотреть на эти... И поймете, что есть совсем другая жизнь. Помогай Бог. Действительно это так, и выходишь как-то с чистым сердцем, с чистыми глазами, с чистой душой, и тем самым, соответственно, и видишь вокруг себя другой мир. Духовная медицина. Как хорошо говорить. Спасибо еще раз. Спасибо. Итак, Сергей Дебежев был сегодня в студии «Радио Радонич». Спасибо вам большое. Спасибо. Храни вас всех Господь. Спасибо. 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 Спасибо.